Привет, подписчикам и гостям! Я Джетли, и это то видео, где я буду бомбить, потому что просрала 27 тысяч на то, что могла вообще получить просто так. Дело касалось ИП. В общем, пришла бумажка из налоговой, где просили предоставить нулевую декларацию, потому что я нифига не сдала, потому что когда я закрывала ИП, мне сказали, что ничего сдавать не надо. Плюс еще у меня на налоговой было какое-то непонятное начисление денег, ну то есть я задолжала налоговой энную сумму денег еще. И для того, чтобы разобраться в этой ситуации, я думала пойти к юристу, потому что я хлеб. Для меня очень сложно донести информацию, в которой я вообще ничего не знаю, ничего не понимаю. И вот позвонили мне юристы по телефону. И такие, бесплатная юридическая помощь, хотите прийти на консультацию бесплатную? Я такая, ну да. Вот, и я пришла. В общем, они там сначала сказали, что у вас на самом деле долго гораздо больше, вы просто не знаете об этом. Они там внутри в этой системе у себя накручивают, и они потом это вам предъявят. Вам надо, короче, развивать это дело, короче, бла-бла-бла, все дела. И мы вам поможем сделать нулевую декларацию. Это я уже позже узнала, что в налоговой, оказывается, те люди, которые там сидят, которые там работают, да, они помогут тебе составить эту нулевую декларацию бесплатно. Юристы сказали, что вот давайте нам 27 тысяч, и мы начнем этим заниматься. Причем они говорили, что вот все сделаем там, и все отправим, все документы будут в порядке. Сначала они потребовали перевести им деньги. Деньги не на юридический счет, да, фирмы, а на счет какого-то чела, видимо, хозяина. Потом они мне дали подписать контракт. Дали подписать две пустых бумажки. На тот случай, если кто-то дает вам пустые бумажки, не подписывайте их. Там можно написать вообще все, что угодно. Так как у меня насчет этого закрались сомнения, я их сфотографировала. Просто написала под определенным углом там все, что мне просили написать. И сфотографировала. Так, потому что мало ли что. Я не знаю, правда, поможет ли мне это как-то или нет, но буду надеяться, что поможет. Они мне дали какие-то документики, заявление они мне дали. В договоре было прописано, что там они должны мне заявление и нулевую декларацию. Нулевой декларации я так и не получила. Ну, это мы забегаем вперед, я вам сейчас все по порядку расскажу. Короче, они мне дали заявление в свободной форме, которую вы тоже, кстати, можете сами написать. Потому что, как оказалось, шаблоны этого есть в интернете. Я сама ездила в налоговую отдавать это заявление. Сама заполняла там нужные бумаги. Нулевую декларацию я не заполняла еще. Мне там должны были еще из налоговой деньги вернуться в ином количестве. Потому что, когда я оплачивала остаток налога при закрытии ИП, да, у меня перевелось не на тот счет. Ну как не на тот счет, там две этих, два одинаковых раздела. То ли ОПР называются, то ли ОПС. Они абсолютно одинаковые. Ты когда деньги заносишь, ни хрена не понятно, на какой ОПС они зачисляются. Вот. И поэтому на одном ОПС у меня задолженность была, которая пень там на несколько тысяч накапала. А другая ОПС у меня переплата тоже на пару тысяч. Там в сумме один ОПС должен был закрыть другой. Но так как, опять же, я в этом вообще ни хрена не разбиралась, я думала, что ну ладно, как бы оно закроется. И мне говорили, что ФНС будет перерасчет, и там все закроют. Ну нет, ни хрена. Надо самим все это делать. А в результате к этим юристам я ездила еще один раз. Ну уже с человеком, чтобы, в общем, засвидетельствовать то, что говорят эти юристы. Ну, так сказать, чтобы у меня был понятой. И юристка, значит, пыталась мне втереть то, что мне необходима услуга за 80 кусков. Что они там поедут лично разбираться. На самом деле, это все хрена. То, что у них там налоговый есть свой человек, который может посмотреть, сколько там долго еще за вами числится. И, знаете, я принимаю лекарства, как бы, да, от которых у меня немножко не то, что меняется сознание, да, а повышается внушаемость. Хотя я и сама по себе такая, что, типа, пока на грабли не наступлю, я не запомню, что вот это вот грабли, на них наступать нельзя. Потому что это грабли, а не лопата. Так как человек, с которым я ездила, умнее, чем я, и его сложнее обмануть. Кстати, то, что я принимаю лекарства, юристы знали, но они были об этом осведомлены. Потому что я обычно рассказываю вот эти свои истории, как минимум стараясь охватить все. Они пытались впарить вот это за 80 тысяч услугу. Говорили, что вот, потом можно будет подать на них в суд, на налоговую, и потом все эти деньги можно с них затребовать, и, типа, их вернуть. И у вас вот эта задолженность, ее вообще не должно быть, это они накосячили. Потом юристы долго не выходили на связь, и мы приехали к ним в третий раз. Я им не говорила, что я хочу расторгнуть контракт, потому что, если бы я сказала, что я хочу расторгнуть контракт, они бы, возможно, вообще тогда, ну, типа, не выписали пропуск, потому что, чтобы туда попасть, надо заказать у этих юристов пропуск. Потому что это такой центр, да, это центр ТЭП, и там по пропускам вход. Вот, когда мы приехали, мы сказали, что мы хотим расторгнуть контракт. Они сказали, а, нет, потому что услуга оказана. Я говорю, ну, какого хера, услуга не оказана, у меня нет нулевой декларации. Они такие, нет, есть, мы ее вам высылали. Я поискала, они мне высылали только заявление в вольной форме, которое ПФР восприняло вообще как обращение. То есть, я не знаю, можно ли это считать заявлением. Контракт они не захотели расторгать. Сказали, что вот звоните там в центр, вот в этот, как это называется? Ну, короче, не важно, там в договоре написан номер, по которому ты либо не дозваниваешься, либо они предлагают услуги других юристов. Типа, вот раз так, вы должны это решать через суд, там, бла-бла-бла, все дела. Ну, короче, вот такие пироги. Да, я потом уже узнала, когда есть лавноноговый, что вот это все, на самом деле, во-первых, бесплатно делается, а во-вторых, если это делается платно, то максимум за 2-3 тысячи. Так что, если вам предлагают какие-то юридические услуги, прийти на бесплатную консультацию, лучше этого не делать. Как оказалось, у нас есть бесплатная юридическая помощь. А, по-моему, я не скажу, какой сайт. Ну, короче, в России есть бесплатная юридическая помощь. Типа, реально. Там начинающие юристы, которые разбирают дела. Короче, которые только окончили институт и составляют себе портфолио. Вот, ну, я сейчас написала семейному юристу. И, короче, хер знает, что дальше будет. Возможно, я сумею развить это дело и буду судиться с этими мразями. Мрази. Возможно, на эту ситуацию действительно придется просто забить. Но, согласитесь, забить просто на 27 кусков и получить ровным счетом нахуй я. Да, только потерю времени, трату сил и денег. Ну, неприятно. Поэтому, если у вас есть ИП, вы его закрываете. Обязательно сдавайте нулевую декорацию. И желательно закрывать в той налоговой, в которой вы его открывали. Спрашивать, какие документы нужны. Если вам говорят, что не нужны никакие документы, они все равно нужны. Просто надо подумать, как минимум. И, если, ну, опять же, если вам звонят с целью бесплатной консультации юридической, посылайте сразу в нас. Потому что можете попасть в такую ситуацию, в которую попала я. И, кстати говоря, мы не можем завершить клипы, потому что у нас сдох аккумулятор от камеры. Поэтому, ну, короче, нужно там 3400, по-моему. Ну, 3400 рублей. И, если вы хотите помочь, как бы, да, донатом, можете... Короче, донатьте на аккумулятор. Вот, ссылка на донат будет в описании к видео. И, в общем, мы вас укажем в каждом клипе. Или, если вы хотите что-то приобрести, ну, не просто задонатить, можете заказать у меня футболку. Я вам ее распишу, и вы, как бы, у меня ее купите. И вам хорошо получается, и мне. А еще, кстати, ну, да, я вот упомяну свой старый клип. Один из первых, да, который музыкальный. Типа, какашки в собочке. Возвращаем какой-то он, 2017-й. Будет лучше. Лучше, чем он. Заходите в группу. У меня, кстати, это, две песни на Spotify вышло. Скоро третья выйдет. Заходите на Spotify, ищите меня по этому нику. И слушайте. Всем спасибо за просмотр, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...